Алексея Навального задержали на антикоррупционном митинге в Москве вскоре после выхода со станции метро Маяковская. По словам корреспондента Рейтер, сотни протестующих окружили полицейскую машину, пытаясь помешать увести оппозиционного политика. Навальный был главным инициатором акций, проходящих воскресенье в десятках российских городов. В феврале возглавляемый им фонд борьбы с коррупцией опубликовал масштабное расследование об окружении премьер-министра Дмитрия Медведева. Из него следует, что близкие главе правительства люди через подконтрольные благотворительные фонды приобретали элитную недвижимость в России и за рубежом, виноградники и яхты. Сотрудники фонда утверждают, что фактическим владельцем всего этого имущества является Медведев. В Москве тысячи активистов вышли на Тверскую, улицу протяженностью свыше полутора километров, заканчивающуюся у самого Кремля. Главное требование демонстрантов – провести расследование в отношении главы правительства. Митинг не был санкционирован властями. Люди собирались в разных местах. Полиция начала задержание ещё до начала акции. Под стражу брали в первую очередь людей, пытавшихся развернуть плакаты. Некоторых били дубинками. Правозащитники сообщают, что свыше 130 людей оказались в автозаках. Помимо столицы, протестные акции проходят в Санкт-Петербурге, Владивостоке, Екатеринбурге, Барнауле, Томске, Чебоксарах и других городах. Многие из них не санкционированы. На улице вышли от нескольких сотен до тысяч людей. В Новосибирске митинг прошёл мирно. Его участники убеждены – выходить на улицы необходимо, если хочешь чего-то добиться от властей. Если мы посмотрим, то в тех странах, где люди активнее выходят, там и жизнь лучше, и средняя зарплата выше. То есть способность граждан выйти на улицу и потребовать что-то, что они считают власть им должна дать, по праву, она как раз определяет успех общества, успех государства. Поэтому чем активнее наши граждане будут, чем более многочисленные акции мы будем собирать по вопросам общества волнующим, тем лучше будет ситуация, тем больше внимания нашей власти будет нам уделять. Антикоррупционные акции в воскресенье стали самыми многочисленными за последние годы.